здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники снова с вами встречаюсь я юлия меняева на канале в саду левогороди и сегодня я буду готовить очень вкусный салат салат простой который называется полено что же потребуется для салата это конечно прежде всего надо необходимо испечь блины блины должны быть тоненькими вот такие у меня блинчики вот у любой хозяйки есть рецепт коронный рецепт своих блинов самое главное есть изюминка в этих блинах в них надо добавить куркуму это вот такое вот такая специя не бойтесь ее добавлять или если вы хотите пенек потемней можно ее добавить побольше если посветлее то поменьше но вкуса куркума никакого не дает она просто дает вот такой яркий коричневый оттенок ну что ж блины испекли блинов должно восемь быть штук для того чтобы собрать пенек и хотя бы два блина пусть у вас будут в резерве то есть 10 блинов желательно чтобы они были одного размера необходимо использовать сыр сыр может быть любых твердых сортов даже самый дешевый сыр его у меня на моё блюдо ушло 100 грамм это пять вареных яиц одна большая морковь отварная или две маленькие две маленькие картофелины или одна вот такая большая отварная несколько зубчиков чеснока чеснок зависит от того кто как любит сколько чеснока должно быть в салате это грибы вот как раз таки те грибы которые летом вы собирали мариновали вот эти грибочки как раз сюда и подойдут конечно желательно чтобы ли это опята если грибов у вас нет вы по какой-то причине их не законсервировали тогда отправляйтесь в магазин и покупайте грибы опята потребуется плавленый сыр сыр плавленый не в пластинках а именно вот такой который мы можем намазывать на хлеб для того чтобы мы скрепляли блины чтобы наше такое сооружение салата не развалилась это конечно майонез майонез ну желательно конечно чтобы вы сделали домашний вот видите какой он густой я уже не раз говорила как его делать и замечание чтобы он получился поэтому у вас все получится ну и конечно зелень это лучок зеленый и укроп лук конечно у меня вырос на подоконнике а укроп пришлось покупать ну я вам хочу сказать вообще укроп сейчас без запаха абсолютно ну что ж поделать ну что ж давайте приступим изначально нам нужно подготовить с вами место где мы будем делать собирать салат собирать блины я вот хочу вам предложить вот такой вариант кстати вариант очень удобный вот такие вот коврики я его использую и для теста чтобы замесить да что угодно вот такой вот большущий большущий коврик продается в леруа мерлин он очень-очень удобный и я его стерю вот так на стол и работаю блины мы будем использовать 8 штук и так вот так выкладываем блины ну смотрим какая сторона у нас поинтереснее такое мы и выкладываем посмотрите внимательно блины кладутся вот так вот видите в нахлёст один на один потом идут снова вот так блины снова это нахлёст и вот так то есть вот так мы положили 4 блина чтобы у нас наше сооружение не развалилась наш салат не развалился надо вот стыки блинов вот так немного вот так их приклеить теперь блины вот эту вот полоску нужно их как бы нам подготовить как будто вот как для рулета то есть вот так надо загнуть края у блинов теперь необходимо подготовить соус то есть в майонез добавить чеснок чеснока добавлять можно ну кто как любит по остроте у меня вот не очень большие зубчики я добавлю три зубчика соус готов ну что ж приступаем теперь к основным ингредиентам которые будут присутствовать в салате это картофель его необходимо натереть на крупной терке теперь необходимо добавить майонез и перемешать картошку с майонезом кстати здесь вот все ингредиенты перемешиваются каждый раз отдельно в какой-то вот емкость с майонезом делим на пополам нашу полоску на эту половину мы начинаем вот так наносить картофель близко к краю не надо не стоит его очень потому что просто когда мы будем закатывать вот этот рулетик картофель просто может выскочить наружу и это будет не очень красиво так вот у меня немного осталось картофеля я его откладываю в другой тарелке про соль если кто-то конечно очень любит соль но просто вот не может он без нее жить вот можно конечно картофель немного присолить но я этого не делаю из тех соображений что все-таки грибы маринованные соленые вот и поэтому я не солю картофель сыр соленый майонез как бы этого достаточно так теперь выкладываем майонез сыр перемешиваем сыр с майонезом выкладываем сыр на вторую сторону блинов вот делаем вот так поступаем немного остатков сыра отправляем вот сюда в тарелку теперь надо потереть на крупной терке белки и желтки то есть мы отделяем белки от желтков трем белки на крупной терке смазываем яйца майонезом и наносим белки с одной стороны на вот остальные блины но вот здесь старайтесь все-таки оставлять вот так побольше край не стоит выкладывать белки прям совсем краю остатки белков выкладываем снова в тарелку куда мы складывали картофель сыр сюда же отправляем белки теперь необходимо потерять желтки на терке смазываем желтки майонезом и наносим их вот сюда на следующий край оставляем немного желтков снова отправляем на тарелку все складывали теперь желтки вот так ножом мы немного разравниваем но может ложкой кому как удобно теперь необходимо потереть морковь морковь трем на крупной терке морковь смазываем майонезом то есть нашим чесночным соусом и отправляем морковь вот сюда кладем ее посередине оставляем одну ложку моркови отправляем в ту тарелку в которую мы все складывали теперь необходимо будет что это конечно вот так все разровнять ножом можно силиконовой лопаткой кому как удобно теперь вот как раз таки гвоздь нашей программы и это грибы грибы мы вот складываем вот сюда поверх этого слоя ну если грибы очень у вас крупные конечно их можно порезать если грибы не крупные не мешки грибы присыпем немного зеленым луком у кого нет зеленого можно поступить так с репчатой но зеленый как-то вкуснее и попраздничнее а теперь ответственный момент необходимо завернуть рулет когда мы скрутили вот такой рулет то есть наше полема вот посмотрите внимательно какой получается край и необходимо конечно нам этот край задекорировать чтобы он был красивый опять таки вот берем как раз то что осталось я вам говорила и замазываем красивый край для чего мы откладывали вот начинку вот как раз таки я вам сейчас покажу для того чтобы сделать вот такие вот фаршированные как бы потом получится у нас роллы срезы присыпаем немного укропом все отправляем на холод для того чтобы потом завершить украшение нашего блюда полена охладилась поэтому держать конечно его нужно на холоде где-то в холодильнике чтобы она достаточно вот было таким твердым чтобы его удобно было резать как рулет теперь надо его оформить я буду его оформлять вот так вот в виде грибочков как будто на этом полене когда мы идем в лес за опятами с вами вот мы рвем опята вот с таких вот поваленных деревьев а вот из блинов которые мы еще и сделали сделаем вот такие небольшие пенечки вот так берем обмакнули и поставили если край пенечков вот так у нас немного разворачивается такое может происходить вот здесь как раз таки мы склеиваем плавленым сыром вот такое напоминание о лете у меня получилось салат действительно очень вкусные необычные сочетания блинов и начинки но просто очень вкусно советую вам приготовить и не так уж это все долго готовится и не такой затратной можно сказать даже бюджетной а с вами была юлия меняева на канале в саду и в огороде пока а